Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июня и сейчас я хочу поговорить о карбомиде, потому что уже такое количество вопросов начало приходить, что я решила сделать один общий ответ. Когда у меня спрашивали, а что такое мочевина? И зрители друг другу советуют, что когда теряется большая часть листового аппарата у томатов, вот видите, я рассказывала про эти томаты, что их побил град. И град побил некоторые листья вообще вот отсекло, видите, они болтаются. Некоторые просто побило так, что они, ну, восстановлению не подлежат. И я сказала, что в этом случае, вот когда люди так же спрашивают, у кого-то так замерзает, у кого-то градом оббивает. Я когда сказала, что можно мочевиной подкормить, и друг другу тоже люди советуют мочевину, но это такой самый быстрый способ для стимуляции наращивания зеленой массы. Многие спрашивают, а что такое мочевина? Ну, я одному ответила, что это азотосодержащие удобрения, карбомид. Другому ответила. Но когда уже пришел позавчера, что ли, вопрос, а что такое мочевина, и можно ли мочевиной кроликов подкормить растения, я тогда решила уже выпустить, ну, вот этот снять ролик отдельный, потому что, ну, я не могу. Вы извините, что я смеюсь, не обижайтесь, это к вам не относится, но действительно смешно, потому что я вспомнила просто свою молодость. Мне было когда лет 25, и вот сейчас я провела аналогию, до какой же степени вот начинающие некоторые огородники, ну, вот вообще как, ну, даже не представляют, не имеют представления ни об огороде, ни о удобрениях, у меня было то же самое. Я ведь тоже, когда была молодая, я реально думала, что мочевина, это такое удобрение, сделанное из мочи животных, переброженное. И вот сейчас это сообщение про мочевину кроликов. Ой, подождите. Перезвоню. Вот про мочевину кроликов, когда пришло сообщение, и я тогда поняла, что есть еще и сейчас, несмотря на то, что у нас интернет, что у нас все есть и сейчас люди, которые думают, что мочевина – это действительно так же, вот как перегной животного происхождения из какашек, а мочевина – это удобрение из мочи. Конечно, это не так. Я даже не знаю, откуда пошло это название мочевина, но его используют в народе больше, чем карбамид. На самом деле мочевина – это карбамид, это однокомпонентное, азотосодержащее удобрение, самое популярное, самое распространенное среди огородников, которое применяется в ранних периодах весенних, для того, чтобы растение увеличивало свою зеленую массу, вот этот листовой аппарат. Потому что у нас есть два беда. Две беды – или растения, томаты жируют, когда они сильно жирные в ущерб плодоношению, или растения, наоборот, имеют такой маленький листовой аппарат, маленькую зеленую массу, что они не в силах. Вот сейчас она цветет, ей надо уже завязывать плод. А чем кормить-то? Где фотосинтез-то будет проходить? Листьев-то нет, все, град оббила. А у кого-то мороз обморозил. И вот в этом случае мочевина незаменима. Здесь один азот. Ну, тут немножко гумат, микроэлементы, но есть… Нам-то нужен азот. Мы возьмем отсюда азот в основном. Классический такой вариант – одна столовая ложка на ведро воды. По влажному грунту, соблюдая все правила подкормок, поливаем, 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 там по сколько, по пол-литра, по литру. Вот это будет подкормка азотосодержащая для увеличения зеленой массы, для того, чтобы помочь растениям восстановиться. И когда говорят мочевина, имеют в виду карбамид. Но почему-то карбамидом никто ее не называют. Вот все мочевина и мочевина, все. Вот это начинающим огородникам такие азы, которые… Ну, действительно, кто-то даже этих азов не знает, огородничество. Откуда она знает, что такое мочевина? Действительно, я вот вспомнила себя. Мне и смешно, и смех, и грех. Я про эти томаты говорила, что вообще не собиралась их подкармливать. Но, возможно, мне самой придется в этом году использовать мочевину. Хотя я использую ее редко, потому что обычно растения вырастают хорошие, зеленые такие, бодренькие. Но вот в этом году град нас побил. Будем мочевиной или, например, еще вариант, сейчас скажу вам. Можно использовать нитрофоску. Тут у нас и сразу азот, и фосфор, и калий. Вот на раннем весеннем, когда нам нужны листики восстановить, ну, сразу и фосфор, и калий удобрить. Можно еще вот это. Но этот видеоролик был именно о мочевине. Запомните, что мочевина – это карбамид.